Её сомнения смущают. Пойду ль вперёд, пойду ль назад. Его здесь нет. Меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша. Кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки. На крик испуганные я, ребят, дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли? спросила Таня. Поскорей к Анисье дети побежали, у них ключи взять от сеней. А Анисье тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит. Забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня далее. Старушка ей. А вот камин. Здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье, здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье, а косточкам ему его покой. В могиле, в мать-земле сырой. Субтитры создавал DimaTorzok